Добрый день, уважаемые братья и сестры, подписчики Жизнерадостного канала. Недавно я выпустил видео общения с отцом Дмитрием Арабаджи, священника, который был на оккупированных территориях. Вы слышали его историю. И сегодня я хотел бы, чтобы мы пообщались с протодиаконом Хрессонской Теорической Ипакии, отцом Андреем, который пережил еще более интересную историю, связанную с войной, с оккупацией, с ФСБ и все остальное. Цель нашей таких встреч для того, чтобы об этом говорить вслух, не только писать. Мы почему-то в церкви нашей украинской мало об этом говорим, о той истине и правде, которую переживают наши батюшки, сколько они намучились, настрадались. И я рад тому, что наконец-то эта тема открылась. Благодаря интересным моментам и факторам. И сейчас мы имеем возможность встречаться, общаться, понимать эту тему, рассказывать, доносить до обидчиков наших, что они делают, что они вытворяют. И анализировать, и нести полную ответственность. Итак, отец Андрей, добрый день. Рады приветствовать в городе Герои Одессы. Сегодня солнечная погода, и мы рады сегодня с вами будем пообщаться и разузнать, что-то такое жито в оккупации, что-то такое жито без оккупации. И перед тем, как приступить к этой теме, хотелось бы все-таки узнать, как вы пришли к Богу, и как вы стали служителем церкви в протодиаконском сане. Ну, сам я родом со Львовской области. Там я родился, вырос, у меня отец военный был. Но когда пришло время после школы, куда поступать, задуматься над своей жизнью, я, в принципе, долго не думал, потому что у меня дядя священник в Херсоне. И я летом на каникулы приезжал, понамарил, учил службу. И так после школы уже рекомендацию брал уже с Херсона, с Херсонской епархии, и поступил в киевскую семинарию. Ну, и обратно в Херсон приехал, и уже 24-й год в Херсоне. То есть в 2000 году, грубо говоря? В 2000-м я закончил семинарию, и приехал в Херсон, сразу же руку положился, и по сей день служил протодиаконом. А как у вас Симаинистан? Жена, матушка и дочь. Жена работала до войны в Центре народной творчести при управлении культурой. А дочь училась уже на тот момент, на начало войны, на последнем курсе в Киевской академии искусств, ну, имени Гринченко, так как она у меня хореограф. Ну, кстати, когда война началась, как раз дочь и позвонила с Киева, и говорит, папа, началась война. Как, откуда? Ну, обстреливают Киев. И тут же я услышал, как и по Херсону, по аэродрому был приход, в Чернобаевке. Я сразу сказал дочери, не ногой в Херсон, потому что я понимал, что русским надо будет Новая Каховка, Северокрымский канал, пустить в воду. Ну, так оно, в принципе, и случилось. Да, сначала был шок. Мы не могли поверить, что русские все-таки на это, им хватит ума пойти, как они на нас говорили, что мы там братья. Ну, как может брат на брата пойти войной? Вот этого я не понимаю. Для меня это до сих пор просто ужас какой-то. Те, смотри, сразу вот так вы перешли к войне. Я хотел разделить, как вы встретили войну, как это было, во сколько это все началось, что за первые чувства? Ну, я же говорю, шок. Был шок, потому что мы не верили. Утром, потому что ракетами началась как война. Русские начали бомбить все аэродромы. Вот, я сразу по новостях услышал, что и по Одессе тоже приходила, и воинскую часть, и по аэродромам. Ну, все, мы поняли, что это война. Ну, первое ощущение, это, конечно, шок. Мы в себя не могли очень долго прийти. Во сколько вы утром проснулись? Ну, дочь меня в 7 часов разбудила. Она позвонила, телефон... А у вас в Херсоне когда начались прилеты? Где-то около пяти. Говорят, что по Чернобаевке уже... Вы не слышали или это далеко? Нет, я... Ну, это как бы за Херсоном. И потом, что началось? Вот там в 7 утра вы узнали, и потом как пришли, зашло русское войско? Дело в том, что они с левого берега заходили через Антоновский мост. Они несколько раз заходили, наши их там не пускали. Я так понимаю, что они как бы предупредительными ударами то по Антоновке сначала. Потом они прошли мост, но там наши уже их накрыли. Они обратно убежали. Ну, так где-то раза 3-4 они так заходили. А, то есть сражение было такое? Было, конечно. Я, например, об этом не знал. Я думаю, многие мои зрители тоже должны... Были бои, окажешь. Были бои, наши стояли на правой стороне Антоновского моста, а они с левой стороны русские. Вот. Тогда мы первый раз услышали, что такое артиллерия. Да. Но это было страшно. Потому что я в видео видел вертолеты, которые летят. А, были. И там люди говорили, что вот все-все, типа залетели. Вертолеты и самолеты были. Летало. Ну, это было страшно. Для нас, ну, мы же не привыкшие были. Мы не знали, что такое война. Жили в мирное время и тут. Тебе такое. Но в сам Херсон они вообще-то... Они как? Они с левого берега через Антоновский мост, и они в сам Херсон не заходили. Они пошли по объездной туда, на Чернобаевку. Потому что им надо было на аэродром Чернобаевский и дальше на Николаев. Вот. Херсон, поскольку постольку, ну, как бы в Херсоне ничего там такого не военных не было особо, там, пару частей там может было и все. То они в Херсон заходили через Белозерку. Десант. Они высадили десант и десантурой шли уже через Белозерку, через Шуминский. Они заходили. Ну, люди сидели просто, позакрывались по домам. Свет, связь? Как это все было? Нет, поначалу все было. Поначалу это первый день. До какого времени это все? Ну, они, по-моему, в Херсон зашли аж первого или в конце февраля. То есть, не в первый день даже, да? Нет, не в первый день они зашли. То вы что? Они пару дней вот это через Антоновский мост прорывались, но они в Херсон не заходили. Они пошли дальше. На Николаев, туда, на Чернобаевку. А уже со стороны Белозерки они уже зашли... И Херсон, скажем так, я так понимаю, в спокойствии находился, да? Ну, дело в том, что в Херсоне никаких силовых структур уже не было. Сразу все, СБУ, вся армия, полиция, ну, все сразу с Херсона выехало. Остались просто одни мирные жители. Вот и все. Как бы, когда уже русские заходили через Шуменский... А, в принципе, если бы они были на месте, были бы стычки и пострадало бы, конечно, людей тьма. Ну, там ребята, некоторые, которые в АТО служили, они пытались. Там был блокпост с той стороны. Ну, понимаете, когда пару человек с автоматами против десантуры и танков, и БМП, там при входе пытались им ребята дать какой-то отпор, но это бесполезно. Просто танк, пушку навел и расстреляли, и все. И они себе дальше спокойно зашли в Херсон. Так, и вот вы говорите, что где-то в начале марта, в конце февраля, вот уже начали заходить непосредственно, кто заходить в Херсон? Как это... В основном там Росгвардия была. Что это? Это как наша национальная гвардия? Ну, нет, наподобие нашей национальной гвардии. ФСБ и Росгвардия. То есть они заехали в город, а какой-то руль... Просто как это... Они заехали, и они сразу же начали по всем силовым структурам, вот. Потом сразу же начали вычислять, кто служил в АТО. У них уже были списки, откуда, кто, ну не знаю. То есть, ну у них был приказ, местное население не трогать. Вот, потому они поначалу никого не расстреливали, ничего. А вот уже когда люди восстали... А какие-то числа было? Просто я помню, там выходили... Ну, это начало, начало марта это было. Я помню, что выходили люди, там, с пикетами, таким... Да, да, выходили люди с пикетами, и всем им говорили, вы оккупанты. Уйдите от нас. Мы вас тут не ждали, не просили. И как видите, никто вас просил. Вы в этом участвовали? Ну, я несколько раз приходил, но в самом эпицентре я не был. В основном, просто я каждый день был на службе. Но когда я со службы ехал через центр, то я это все наблюдал. Хорошо, вот они зашли, вот начали вычислять. А вот как они объявили, что, скажем так, они оккупировали, пришла новая власть? А они ничего, они просто пришли, что хотели, то и делали. Как хозяева. Они просто зашли... Ну, какая-то машина там с каким-то громкоговорителем не приезжала, не говорила? Я, если честно, такого не помню. То есть они пришли в админздание? Да, они сразу пришли и сразу облдержадминистрацию, они сразу ее захватили по периметру, поставили блокпосты и пулеметчиков там. И как бы ихняя администрация сначала была в этом, о да, областной. А люди в это время по домам? Дома первые трое суток вообще все сидели, никуда никто не выходил, боялись. А потом постепенно, постепенно, смотрю, люди начали выходить, ну, а как бы военные не трогали. Ну и все, и люди начали тогда выходить на улицу и начали пикеты устраивать. Много людей вообще приходило, ну, на ваш взгляд? Потому что камера одно показывала, интересно, сколько вот людей это было? Много, несколько тысяч это точно было людей. Была, ну, практически вся площадь, она была вся в людях. Помню даже, что они там кричали, вот, оккупация. Недавно в ТикТоке пересматривал и военные, и статрусские, и там, ну, спорили с людьми, а потом даже и в воздух стреляли, и по земле стреляли. И шумовыми гранатами, ну, как бы, разгоняли народ. И они, дело в том, что когда шли митинги, когда люди выходили, они фотографировали людей, и по фотографиям вычисляли, и вот это на подвалы брали, и потом таких вот явных, ярых таких активистов. Ну, многих до сих пор и не нашли, где они, что они, как они. Да, отец Андрей, вот это все началось. Как работала церковная структура Херсонской епархии? Службы, вот это все? Ну, службы, в принципе, шли, как и обычно. То есть, даже вот, когда все началось, вы утром, вечером... Да, службы шли каждый день, вот у нас в Екатеринском соборе, у нас каждый день, утром, вечером служба. Как происходили, так они и по всему день происходят. Просто у нас уже вечерние, на данный момент, в час дня. Потому что маршрутки ходят только до двух... Ну, Херсон полностью вымирает, как говорят. Ну, вот проходит там неделя, вторая, месяц. Вот как оно потом... Что происходило? Ну, люди... Многие начали выезжать. Просто выезжать, сначала там и через Белозерку как-то. Ну, были блокпосты, но как-то русские еще чуть-чуть пропускали. А потом уже все осталось где-то через Запорожскую область, там был единственный блокпост. Васильевка, или как там называется. То люди только пытались туда. А уже когда его закрыли, то уже через Крым. Через Крым, через Россию, кто на Грузию, а кто на Прибалтику, там на Европу. Вот так вот, такими обходами. Отец Дмитрия Рабаджи в прошлом видео тоже так само рассказывал, что сначала выпускали, потом закрыли. И то же самое ведь очень это совпадает. И мне интересно, вот когда начались проблемы, скажем так, уже встречи непосредственно церковные и специально обученных в Федеральной службе безопасности Российской Федерации? Как вот это все происходило? Ну, они... Вот каждую службу, представитель ФСБ всегда был у нас. А как вы ее идентифицировали? Потому что в прошлый раз, когда мы выпустили видео, там мне люди писали... Я не знаю, но по них видно. Видно, что это спецслужбист. А как они одевались? А они по гражданке приходили. Они ж... Если придут в военной форме, понятно. А так они по гражданке, что типа их не видно. Ну, понимаете, когда мы знаем своих прихожан, мы всех знаем. Откуда чужой человек постоянно начал приходить? С бородкой такой, специфический. Ну и плюс, я знаю, вот когда меня на подвал взяли, да, перед этим... О, на подвал! Вот это мне очень интересно, сейчас вы сказали. Да. То я, в принципе, как бы его лицо знал, потому что я с ним разговаривал. Как получилось? Мы шли с батюшкой после похорона. Ну и... А там они перекрыли. Там облава была на какой-то дом. Какой-то район. Это самый центр. Это самый центр города, да. Вот. Они искали атошников. Где-то кто-то сдал им, что он живет здесь, они там делали облаву. Ну, мы просто шли, подрясненький, с батюшкой. Ну, нам в храм надо пройти. Ой, батюшка, вы бы вокруг ходили там. А потом он подошел и спрашивает. А вот скажите... Нет, он сначала спрашивает, а можно в храм прийти помолиться? Ну, я так... Он говорит, что, решили покаяться? Зачем было войной идти, чтобы сейчас каяться? Говорю, ну, вообще-то можно зайти в храм, только желательно без оружия, потому что, ну, зачем людей пугать? Ну, вы же в храм божий хотите. Вот. И он меня спрашивает, батюшка, скажите, а вот как люди к нам относятся? Это там прямо на улице спрашивают? Да, прямо на улице вот. Я говорю, ну, а вы как, хотите правду услышать или то, что вы хотите услышать? Нет, батюшка, только правду. Она вам не понравится. Ну, все-таки. Я говорю, ну, вот представьте, вы пришли в чужое государство. В суверенное чужое государство. С войском, с армией. Как вы думаете, кто вы для нас? Говорю, вы для нас оккупанты. Не больше, не меньше. Ну, он там подехидничал. Ну, вы узнали этого человека? Да, 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 да. Он потом уже, когда за мной приходили в храм, ну, мы, в общем, с батюшкой ушли. Ну, я так и понял, ему не понравился мой ответ. Неправильный ответ, да. Да, значит, как говорят, ждите в гости. Ну, так и произошло. Они вечером пришли. В тот же день? Нет, через несколько дней. Они пришли на вечернюю службу. Один ко мне подходит, говорит, батюшка, можно с вами пообщаться? Я там, или типа, с СБУ, там, Запорожье приехал. Ну, вот я на него смотрю и говорю, ну, ты же в храме, Боже, что ж ты мне смотришь мне в глаза и врешь в храме? Я ж по тебе вижу, что ты не СБУшник, а ты ФСБшник. Он так поулыбался. Ну, да. Я говорю, скажи сразу, вы пришли за мной. Да. Я говорю, ну, ладно, не надо делать паники в храме. Я сейчас пойду с него подрясник, тогда выйдем. Ну, вот, я вышел, все. Телефон, правда, я свой спрятал. Потому что там компроматы были. Не очень хорошего такого. Ну, помните, как война началась, сразу начали там в соцсетях разные мемы ходить и все остальное. Это компромат или что-то такое? Ну, это да. Ну, там просто где-то перепостил или такое. А, то есть компромат вы имеете в виду в социальной сети же? Да, да, да. Что им не понравилось, что вот мы мемы там на их президента там. А. В таком. Это вы имеете в виду, что... Да, да, да. Ну, ну. Ну, он мне говорит, где твой телефон? Я говорю, я его оставил. Ну, нам не надо. И он со своего телефона показывает полностью мою всю страдничку в фейсбуке. А. Ну, ты попался. Ну, и началось. Ну, били чуть-чуть. Подождите, то есть вас в храме вот это пригласили на беседу? На беседу. А. А потом как? Они меня в бусик пригласили, да. Они пригласили. А что за бусик? Что за мальчик? О, я не помню. Микроавтобус я... А цвет хоть какой-то? Вот я не помню. Либо белый, либо серый. А, то есть гражданский. Не военный, не военный. Гражданский. Вот. Они там говорят, батюшка, извините, но нам надо вам мешок на голову. Ну, они мне мешок повесили, покатали по Херсону. Ну, а я-то Херсон знаю за 20 лет. Как бы не катали, да? Карту в голове сложили, да? Да, да, да. Ну, и куда вас привезли? Привезли в речпорту, там, у речфлот когда-то была компания. По-моему, вот туда. Ну, они, когда мы вышли уже на улицу, я говорю, и зачем мне в речпорт привезли? Они такие, такой у тебя мешок был. Я говорю, ребята, я 20 лет в Херсоне живу, я его знаю как свои пять пальцев, еще и центральная часть. И в центре живу. Ну, ничего не сказали. Ну, привезли, посадили. А куда привезли? А там здание, ну, где-то мы на второй этаж, по-моему, они меня в комнату какую-то завели. Ну, и там типа допрос был. Ну, а я, что я там, сильно буду бояться? А когда просто, так это комната, стол сулит? Да, да, ну, вот какой-то обычный кабинет. Обычный кабинет, да. Там стол был, два стола. И шкаф рядышком. Ну, такая, кабинет чуть-чуть такой длинненький. Посередине тут, полки, шкаф, стол, и стол около окна второй был. Ну, и сразу же там вопросы, там, ты что дерзишь, и т.д., и т.п. Сразу начали. Это тот же, который с вами в храме работал? Да, 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 и он, и там еще, и тот, который подошел ко мне после... Их там несколько было человеков. Но они представились, кто они вообще? Ну, они по форме были. А что за форма, военная? По военной форме уже были, да. А тот, который в храме подошел, когда в храм зашел, он был без формы. А все остальные уже были по форме, с автоматами, все, как полагается. Ну, с самого начала они начали спрашивать, поминаем ли мы патриарх. А, вот так вот. Ну, а как мы его будем не поминать, если, ну, там, прикладом сразу, аж бегом, то есть. Вот. Поминаете ли вы патриарха? Это же было еще до Феофановского собора, то есть у нас, в принципе... Да, да, это еще было до Феофановского собора. Ну, для них, они просто спрашивают, ну, какой вы церкви? По-русской или какой? Я говорю, ну, украинская православная церковь. Ну, это патриархат какой? Ну, тот, что нас называют московским, типа. Как вы любите, да? Да, да, да. Ну, мы надеялись, что, ну, как бы на них это, ну, и не буду трогать. А, не тут-то было. Практически, ну, всех священников, они, вот, на беседу, как говорят, на профилактическую беседу призывали. Ну, некоторые, там, смеялись, говорили, о, меня на чай пригласили. Я говорю, ну, я бы тоже был рад на чай, но меня чуть-чуть вместо чаем током угощали. Током? Да. Так, ну, да, интересно рассказывать, это прям. Ну, ну, как? Подождите, вот, я просто хочу, чтобы мы все понимали, вот, чина последования, скажем, этого всего события, потому что это очень важно. То есть, они завели в комнату, там, представились как-то они или нет? Ну, ничего не, ну, я сразу понял, что это ФСБ, Росгвардия и ФСБ. Ага, и вот они задали вопрос по поводу поминовения патриархата. Да, да, да. А потом, как дальше это будет? Вот, на потом... Тоже, знаете, к этому все, но, ну, просто интересно. А потом они просто взяли мою страничку в ФСБ, и им не понравились, не понравились вот эти мемы, приколы, там, от Путина. Ну, пример, что это за мем? Ну, там есть, был один такой, что пора менять в Мавзолее Вову. Он такой мем ходил. Им это очень не понравилось. Ах, вы там, типа, мол, смерти русским желаете. Я говорю, так, какие смерти? Ну, в соцсетях, какие только мемы не ходят. Ну, пост, ну, ну, а что-то такого. Вот, ну, короче, это им не понравилось. Через книжку, чтобы не было синяков, пара ударов. В смысле? Ну, вот, толстую книжку приставляют. Да. И кулаком. Так, чтобы звездочки только в глазах. Это в висок или в лоб? Ну, да. Ну, вот, к виску. Да. Вот, к виску. Ну, чтобы не было синяков. Ну, там же ж ребята такие, крепкие такие. Там, от одного удара можно. Ну, я говорю, там, звездочки видно. Все на небе. Вот, а потом, они меня... А, ты не можешь быть там, типа, священнослужителем, раз ты смерти там желаешь. То есть, да, никому я смерти не желаю. Все, давай заставлять меня писать, чтобы меня сам сняли. Очень интересно. Они сразу решили, ну, они себя там сразу возомнили судьями и всем остальным. Вот, они решили так и все. Хотя я им объясняю, понимаете, чтобы снять сан, во-первых, нужен церковный суд. Веские причины. То есть, сотрудники вот этой вот организации вам сразу, как... Сразу сказали, пишут заявление. Усведомленные или как это, люди уже предлагают вам... Да, чтобы я написал заявление на снятие сана. А кому написать? Ну, на имя... Сотрудник главному из ФСБ? Не-не-не-не, на имя своего архиерея, скажи. Ага, хитро так, да? Да, я говорю, ну, вы понимаете, что для этого нужны веские причины. И после церковного суда они говорят, это уже не твое дело, твое дело писать. Ну, я отказался. Они мне взяли на один палец, на второй привязали медные провода, ну, и такой ящичек с выключателем коричневый, как сейчас помню. Вот. И спрашивает. И так еще ехидно. Знаешь, что это такое? Я говорю, догадываюсь. И давай. Током. Током, да? Ну, конечно. А что, а у них какое-то приспособление? Ну, да, да, да. У них, он достал. У них, поверьте, у них все есть. Они знают, как от людей добиваться то, что им надо. То есть, ну, вот. Я только такой фильм смотрел, обычно про старых чекистов показывают, когда там на стол начинают класть молоток, там, какие-то срубила. Ну, вот они достали, он достал, и намотали на пальце. Я говорю, ты знаешь, что такое? Я говорю, ну, догадываюсь. И сразу током. Ну, так, ощущение не из приятнейших. Вот. Второй раз, ну, я пойму, ну, я понял, что, ну, куда мне деваться. Ну, с другой стороны, я думаю, ну, если это уже под туртурой, это как. Пытки. Да, под пытками, ну, все равно это будет недействительным завелением. Я говорю, ладно, напишу. Вот. Ну, я решил схитрить, я сначала написал, чтобы меня отдали за штат. Я думал, да, что они там понимают. А, нет, они прекрасно знают, осведомлены, что такое за штат, что такое запрет, что такое снятие сана. И он, ты что будешь, шутить тут с нами? И опять через книжку удар. Вот. Я второй раз пишу, но уже не за штат, а в запрет. Он прочитал, ну, опять же, что ты над нами издеваешься, так, я буду диктовать. И он мне диктует реально, ну, на снятие сана. Ну, и все. Это не с Бородкой был случайно? Я имею в виду, это не какие-то сотрудники церковные или это люди? Не, 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 не. Это... Просто знающие, получается. Это ФСБ, да, да, они конкретно знают. Они ориентируются в церковном мире, да, все полностью. Да. А, я еще забыл сказать, что у них один вопрос был, кого я знаю в ССБУ? Я говорю, да никого я не знаю. Нет, ты должен знать, потому что ты у них на карандаше. Ну, видать, когда, ну, дела-то остались, силовики ушли, а вот и они это все. Он говорит, ты у них на карандаше. Я говорю, с какой-то радостью. Я говорю, с какого периода? Он говорит, с 2009. А, ну, понятно. Что тебе понятно? Я говорю, я просто в 2009 ездил в Москву в Госдуму калядовать. Ну, видать, наверное, меня ССБУ и так на карандашик... А что они сказали по поводу калядок? Не заставили петь калядки с медными проводами на пальцах? Нет, они же проверяют все. А у меня, я знал уже, что они за мной придут. А у меня, когда мы были калядовали у Затулина, Константина Затулина, и он мне дал визиточку свою. Я эту визиточку с собой... Взял? Да, они решили проверить. Я им показываю. Вот, был в кабинете у Затулина, у него передавали. А это он был? А он главный по отношениям стран бывшего СНГ. Есть там такой человек. И они все звонят в Москву, проверяют, действительно. Потом еще, ну, я им сказал, что у меня мать... Ну, типа, был прикол по паспорту. Я им сказал, что мать у меня русская, я отец украинец. Вот, они смотрят в паспорт и говорят, а кто ты по национальности? Где у вас национальности? Я говорю, у нас в паспорте нету национальности. У нас все национальности равны. У нас просто гражданин украины. Вот, они такие удивились. Ну, а ты кто по национальности? Я говорю, ну, не знаю, выбирайте. У меня по маме, я говорю, дедушка русский, бабушка наповедная эстонка. По папиной линии дед поляк, бабушка украинка. Откуда я знаю, кто я по национальности? Я разный по национальности. Ну, вырос, да, родился, вырос на западной Украине. Потому что отец военный. Ну, раньше же военных как? Ну, конечно, куда закинули туда. У меня у супруги тоже папа военный. Вот, я говорю, у меня, кстати, двоюродная сестра. Говорит, офицер советской, российской армии. А она поконкретнее такой. Говорю, ну, я конкретно не знаю. Знаешь, она где-то в Москве служит. Закончила там Рязанское какое-то там военное институт или училище. Ну, а кто такая? Я им сказал, через минут 15 приходит. Он же позвонил в Москву, узнал все. А она сейчас в декрете, я даже этого сам не знал. Ну, как раз узнали, да? Да, а он говорит, а что ж ты не сказал, что она в пенициарной службе. Пенициары? Да, да, да. Ну, те, которые в зонах, вот эта охрана. Я говорю, я откуда знаю? Я знаю, что он офицер российской армии. А где, что, как, я не знаю. Ну, то есть, они проверяют каждое мое слово. Ну, смотрят, что, типа, вроде бы не врет. Вот, я думал, что... А это все с проводами на руках пальца? Ну, да. Не, ну, они потом сняли провода. Вот, ну, смотрят, что я, типа, не вру. Сняли провода. А потом принесли вот этот вот эликсир какой-то, я не знаю. Ну, короче, водичку какую-то принесли. Сразу уже пришел с камерой, какой-то там корреспондент ихний, военкор. Вот. И давай, типа, давай выпьем за детей Донбасса. Я так смотрю, говорю, что эликсир, правда, принесли, что ли? Ну, ты там, типа, начинаешь тут смеяться тебе, что там весело. Опять пару ударов, ну, это такое. Через книжку? Ну, да. Как это выглядело? Он вставал, брал книжку или как? Да, она у него рядышком была. А что, кто там? Лев Толстой или Достоевский? Я не помню, какая-то толстая книга. А что там было, я же не читал, не видел. Вот. Ну, они же так, чтобы, ну, Синякова не было. Потому что они же понимают, что это там священнослужитель и вроде бы на киевскую патриархату, вот. И они боялись. Ну, для них это просто профсиотический разговор, скажем так. Ну, если честно, пришлось выпить. Говорю, жалко, конечно, детей Донбасса. Ну, я им сказал, что у меня была сестра, в Донецке жила. И прекрасно они все видели, знали, кто как, откуда стреляют. Понятно, что им это очень понравилось. Опять книжка, удар. Да, вот. А, ну, иногда уже и так, там, в плечо старались так, чтобы, ну, без синяков. Вот. Ну, пришлось выпить. Ну, если честно, я вам скажу, мне еще от этой водички, я не знаю, что там. Оно типа водки было, ну, с какой-то кислинкой водкой. И плюс она, ну, 40 градусов, это 40. А там не было 40 градусов. Ну, я не знаю, что они там за бурдутку им не дали. Ну, мне от нее было плохо три дня. Вот, честное слово. Даже рвал. Не знаю, что там за, чем они меня там таким напоили, но было очень неприятно. Так, а что это, специальное вещество для того, чтобы разобрать? Разобрать или? Ну, что-то, наверное. Ну, я не знаю. Дело в том, что это они уже в самом конце, вот это они. Ага. Вот. В самом конце предложили, не сначала. Или просто какую-то бурдутку сделали специально. Ну, да, может быть такое. Ну, и потом они говорят, ну, ладно, типа, мы свободен. Я говорю, не-не-не-не, а то уж уже поздно вечером, комбинатский час. Везите назад? Да, я им сказал, вы меня домой привезите, потому что первый шваз, первый блокпост, и меня расстреляют. А такое что, могло быть? Ну, конечно. Да? Комендантское время, если кто-то едет после комендантского времени, они расстреливали без предупреждения. Да, вы что? Они могли расстрелять без предупреждения, да. И такие случаи были, да? Ну, да. А как люди об этом узнавали? Ну, знаете, как Сарафан. А, старые добрые, да? Да, 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 да. Ну, правда, да. Хорошо, и получается, вы писали, писали, и что вы там все-таки написали за письмо? А он мне диктовал. Ну, просто написал, что типа заявление архиерею своему на то, чтобы с меня сняли Сан. Но я через день пришел к Владыке, и говорю, так и так. Вы же понимаете, что это... Да, да. Владыка Иоан напоминает. Да, Владыка Иоан, и я же говорю, вы же понимаете, что это, ну, как бы, ну, незаконно, ну, меня заставили. Этого я не хотел. Ну, Владыка спрашивает, ну, а у тебя есть куда поехать, там? Он понимает мудро, чем это все... Да, ну, да, я говорю, ну, есть, но, как бы, желаний нету никуда сейчас уезжать. А чего не было желаний? Ну, а, во-первых, почему я русским должен оставлять свой дом? Они же заселились бы или еще что-то там, ну, разокрали. Ну, то, чем они занимались. Ну, просто разворовлю, просто граблю. А вот так, ну, давайте поподробнее по этому поводу, потому что там нас смотрят в патриархии, меня знаю сильно. Ну, я думаю... И они много чего там делают, всяких разных, тоже снимают видео по поводу нашей епархии, украинской православной церкви. Натравляют на всех. Давайте услышим вот голос наших священнослужителей, украинской православной церкви, которых вы считали братьями. Да, вот услышите про своих героев вообще. Что они делают, чем они занимаются. Вот, и по поводу... Это такие герои, которые пришли и просто грабили. Если пустой дом, пустая квартира, просто выносили все. Офисы, вот я лично знаю, вот около моей мамы квартиры, рядом офис двухэтажный. А что за офис был? Там оргтехника, ну, я конкретно не знаю, чем они занимались. Ну, офис, ну, какой-то бизнес был у человека, чем занимались, я не знаю. Ну, я как раз был у мамы и смотрю через окно, вывозят все. Вот бусом подъехали. Ну, а что они выносят? Оргтехнику, компьютеры, да, кондиционеры, там, мебель, все подряд. И я, короче, смотрю на это все, ну, мародеры. Ну, по-другому, ну, никак не скажешь. Вот, и я как раз ехал уже к себе домой. Опа, смотрю, директор этого офиса сидит в кафе, пьет чай, а самого аж так вот. И он спрашивает, ну, что там, выносит. Ну, а что он может сделать? Ну, конечно. Потому что ничего не сделает. Книжка, удар, электропровода. Ну, да, это они любители. Это они такое любят делать. Значит, вот так вот российская армия потихонечку выносила? Да. А за голую пристань я вообще молчу. Там вот это, как они подорвали ГЭС. Хотя говорят, что это наши подорвали. Ну, я не вижу смысла нашим этого было делать. Ну, просто логику надо включить. Пусть там в России, не знаю, сами себя обманывают. Мы сами все, и собор разрушили сами, и все взрываем. Это все понятно. Когда русские текали. И воруем сами, и сами по себе стреляем. Когда русские текали с Херсона, ну, это только так можно назвать. Они просто убегали. Они, вот ехала машина с ковшом, и просто ковшом все провода, и троллейбусные, и электро, ну, просто рвали. А зачем? А ну, чтобы так не доставалось, это никому называется. Ага. Да, они рвали, а в конце еще и подорвали. А подождите, а там военный был или кто там был? Да, это военный, когда уходили, они на такой трейлер, или как он, ковш с ковшом поставили. Вот он едет, а он ковшом срывает. Та выше. Да, да. Гор водоканал позаливали бетоном входы-выходы, где вот очистительная идет система, и забросали трупами. Трупами? И своих же солдат трупами, и вот кто там на подвалах не выжил. Очистительную? Да, чтобы не было воды в городе. Господи, помилуй. Тец тоже, который остров, я знаю, микрорайон остров, отопление, да, вот где-то. Позаваривали все, вот чтобы и тепла не было у людей. Ну, пакости, ну, они, понимаете, сам Мегамидруму не дам. Они пакости столько наделали, единственная правда, что газ не тронули. Вот так вот мы сидели. Получается, газ то святая. Ну, не знаю, наверное, для них это, наверное, такие скрепы, да. Вот газ не тронули. А все остальное оставили Херсон без электрики, без воды, без тепла. Вот мы месяц сидели, вот представляете, конец, ну, середина ноября. Да, как раз на зиму. На зиму они обрубали нам все. Свет, воду, тепло. Вот. И уже, а почему мы долго сидели? Потому что с Николаева же тянули линию. Потому что они же подорвали подстанции все, которые питают Херсон. И пока тянули с Николаева линию, а ее, чтобы тянуть, сначала шли ребята, которые разминировали. Да, 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 да. Но на это все надо время. Вот. Разминировали и потом уже тянули Херсону. То есть, получается, они вышли, Херсон без света и свет, все туда. Без света, без воды, а, еще забыл сказать. И без воды тоже, да? И без воды, и без связи. Они же в предпоследнюю ночь, когда текали, они подорвали аппаратную, там, где телевышка. И в последнюю ночь саму телевышку подорвали. И убежали на левый берег. И Антоновский мост. Потому что наши, они просто дырки делали в самом полотне, чтобы боеприпасы не возили. А русские, когда уходили, они просто подорвали несколько проемов. Уничтожили мост. То есть, смотри, пока я не забыл. Мне очень интересно, вот когда оккупировали Херсон, да, и туда непередвинулись фронтом к Николаеву. Как наша ВСУ работала, скажем, по Херсону самому? Потому что эти, понятно, как работают оккупанты. Они шмалят до сюда. Вот как наши работают? Выжжены из земли они так. Да, вот вы в Херсоне сидели. Наши максимум до аэропорта русских Николаевского дошли. И все. И потом их сразу с аэропорта выгнали. Выгнали, и постепенно, постепенно, постепенно украинские войска начали прижимать их к Херсону. Но когда у нас появились Хаймерсы, ну вообще Херсон не обстреливали наши, вообще Херсон не трогали. То есть не было вот этого... Не было ни обстрела, ни чего. Вот, аж когда Хаймерсы появились, а это высокоточные, вот тогда точно по военным объектам, которые русские... Ну, военная администрация, да, бывший апелляционный суд там был. Вот чисто туда. А вы не знаете, там кого-то накрыли из их руководства? Ходил слух, что че их предупредили, че что. Ну, у них должно было быть заседание, это я помню, рассказывали. Но говорят, что вроде бы их кто-то предупредил, и там, если были, может, какие-то потери, не знаю. Ну, в общем, администрацию оттуда они убрали. Потом они же захватили воинскую часть. Ровненько утречком наши накрывают ту часть. Там же казармы были, все там. Там очень много ихних погибло солдат. Вот, это было воскресенье утром. И где-то, когда их начальство пришло на разборки, наши повторили туда же. Да вышло. Накрыли их, да. Я помню, как раз мы на Моребин на службу пришли, когда вот этот был приход по части, второй раз. И как Хаймерс по звуку? Мы аж все чуть ли не... Просто вы уже знаете, что такое мины, 80-е, 120-е, снаряды. Не очень, мы еще тогда не очень знали. Это сейчас мы уже знаем, что где как летит. Ну, было страшненько. Это очень близко около нас. Я когда еду домой, что на велосипеде... Вы любите на велосипеде? Да, я постоянно только на велосипеде езжу. У нас еще тоже схожо. И два Андрея, и я люблю на велосипеде ездать. Да, я на велосипеде езжу уже 20 лет, только на велосипеде. Только, да? Да. Поэтому это выходики красивые. Во-первых, я живу в центре, служба в центре. И жена в центре работала, и дочь в центре. Удобно, да? Да, машина мне не особо... Ну, мне вот и больше интересует, а те, смотри, вот все-таки, насколько... А, я хотел еще сказать, что я когда со службы ехал домой, ну, и там бурят. Видно, что бурят в каске, бежит, плачет. Куда ты едешь, куда ты... Я говорю, там домой еду со службы. Объезжай, видишь, столько ребят погибло. Ай-яй-яй. А я так себе думаю, ну, вложишься сюда, никто не просел. В чем вы теперь плачете? Ну, да. А бурятов много было? Очень много бурятов. Потому что, вот, очень часто священнослужители, вот, я даже, ну, при всем уважении к народу Бурятии, ко всем народам, вот, но очень много людей повторяет одно и то же самое слово, что очень лютые ребята и... И смешные. Да? Я слышал такую одну историю, что в Чернобаевке, вот, на столбе, там, вот этот ящик интернета. Да. Вот, одна женщина смотрит, полез, говорят, снимать. Говорит, зачем оно тебе? Дома интернет будет. Говорит, так туда надо провода провести. Нет, я знаю, дома будет интернет. Ну, понимаете, ну, смешный. Ну, даже так, оно и смешно, и грешно, и как-то, ну... А вот на блокпостах, там, кто ставил, в городе блокпосты тоже были? В самом городе, да, на остров, при въезде на остров. Что там были по внешней национальности? Ой, я после того, как побывал у них на разговоре, я старался блокпосты, все остальное объезжать. Объезжать десятые дороги? Во-первых, там был черный список у них, именно священнослужителей Херсона. Ну, и не только области. У нас были такие священники, которые сотрудничали очень хорошо с ФСБ. И, как они говорят, список неблагонадежных. А вот эти батюшки сотрудничали, дали им, да, я так понимаю? Да, 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 да. В основном это священники Западной Украины, которые имели проукраинскую позицию. Вот их внесли в черный список. И я был в том же списке, да. И получается, если ты в списке, что тебя там не пропускали? Мы боялись, могли просто задержать и забрать обратно. А есть такие, что батюшки, которые задержали, пропали, там, еще что-то? Нет, что пропали, нет. Просто многие, кого задерживали, они просто собирались и уезжали. Просто боялись за семью, за жизнь и так далее. Ну, то есть там хорошо, видать, психологически накачивать. Ну, слава Богу, слава Богу, хоть давали выехать. Да. Потому что вот отец Дмитрий рассказывал там. Ну, не всех. И не, вот поначалу еще выезжали. А потом все, когда они когда закрыли последний выезд, то только через Крым. А на Украину, на территорию свободной Украины, да, так скажем, не оккупированную. Все они не давали выезжать. Отец Константин Максимов, вот мы на прошлой беседе с ним, с отцом Дмитрием говорили. Вот этот батюшка пропал, и никто не знает, где он. Потому что у него тоже была проукраинская жесткая позиция. И на блокпосту его остановили. Это Бердянская епархия? Бердянская, да. И он пропал, и так его никто... Потому что мне писали, типа, назовите хоть имя, потому что он забыл просто батюшка. И потом и фотография нашлась, и я даже без понятия, вот что с ним случилось. Значит, вот по поводу все-таки обстрелов, еще раз затвердить, что когда вот в оккупации находилось, то наши стреляли только... Только по... Ну, может хоть раз какой-то, попали не туда, куда надо. Не-не-не, такого вообще не было. Да? Я такого не помню, вот честное слово, не помню. Потому что нас будут смотреть со всех сторон, и постоянно с российской стороны, и очень печально, это со стороны церкви, такое, что наши все плохие, сами себя обстреливают, и так дальше, и так дальше. Вот живой пример. Человек, который 20 лет живет в Херсоне, священнослужитель, прошел крем и ревет, так кажется, и сочинять ничего не надо. Ну, сегодня зачем? Ну, это ж все, ну, тут просто можно логику включить. Вот они, когда отступали, кричали, эвакуация, давайте эвакуируйтесь. Как кричали? Ну, я имею в виду, это телеграм-каналы их, не российские, там, объявления, там, вот, что, мол, эвакуируйтесь, потому что, если придут в ВСУ, начнут обстреливать Херсон. Я говорю, ну, вы вообще логику включите. Как-то приходите, потом сами в себя стреляйте? Да, до сих пор не стреляли ничего, но только точечно, я говорю, там, где, вот, собрание, вот, российских войск, вот, туда они, там, по казармах, по, вот, чеченцы были в общежитии колледжа, там, какого-то заняли, и по ним пришло, вот, ну, то есть, как бы, партизанские движения все равно же работало. Да. Вот, давали наводку, и ВСУ туда хаймерсами вложили. Один раз, один раз, по-моему, наши ударили по, где русские в общежитии были, хаймерсом, и этот хаймерс ПВО, че сбило, че как-то зацепило, ну, короче, ракета упала где-то около живого дома рядышком. Ну, там такое, незначительные были, там, может, стекла вылетели и все, вот, а так, чтобы наши стреляли куда попадя, ну, как это русские делают. Ну, мы сейчас к этому подойдем, и вот эвакуация, люди, и... Да, я же им говорю, вы же подумайте, как в ВСУ придут и будут сами себя обстреливать, или как, ну, логика где, вот, ну, не вижу. Да, да, ну, не вижу логики. Вот, зато русские, когда ушли на левый берег, первая неделя тихонько... Много людей уехало? Да. Много. Много. А как они уезжали? Что это, поезда, автобусы, машины, что это? А катерами на голую пристань, с речпорта, людей катерами, вот, что в руках взяли, то и имели. Ну, многие там, если семьи, малые дети, то многие испуганные были, поверили, ну, и уехали. Сейчас многие хотят вернуться, а русские... А как вы знаете, что они хотят вернуться? Есть такие, которые общаются между собой, там, и родственники есть. То есть сарафанное радио продолжает работать? Да, да, ну, в телеграм-каналах вот есть знакомые, да, вот, они у них узнают, что, как. Хорошо, и вот русские выдавили наши, они убегают. Как это происходило? Как наши зашли? Как встречали? А наши просто, вот, когда упала вышка, я по себе знаю. Ну, интересно ж, зевак же ж много. Мы пришли посмотреть на эту беднягу, вышку, жалко, ну, без связи, это все. И тут вот, у меня один знакомый говорит, ты знаешь, наши зашли в город. Говорит, а никто не мог поверить. Ну, не верили. Девять месяцев под оккупацией уже не верили. Говорят, да, по Таврическому ездят с украинским флагом. Они, когда, они тоже осторожно наши, наши, 20, вот, как сейчас знаю, 28-я бригада из Днепра заходила. Вот, они очень осторожно боялись, что там за Минированом может быть. Ну, да, да, конечно. Вот, а потом смотрят, ну, точно никого, ни ловушек нету. Ну, спокойно себе зашли в город, без боев, вот это повезло, что мы думали, о, Херсон целый останется. Рано радовались ребята. Неделя была тихонькая, а потом началось. Потом русские... А что началось, что-то расскажите, да. А с левого берега просто градами, минометами летела по Херсону каждый божий день. И во все районы. Нету ни одного района Херсона, чтобы не был обстрелян. Все села вот при Днепре, на правой стороне, да, они все были под огневым, под огнем российской артиллерии. Мы раз в неделю видим пост УПЦ по поводу того, что там или возле храма попало, или где-то храм, или нет. Да, вот, и около Екатерининского, и в Успенске, и вообще сам купол. Ну, а вот здесь, в Одессе, сами видели, как-то. Нет, ну, у нас тут трагедия, трагедия. Ну, видите, официально и патриархия, и все остальные убедили свой народ верующий, что это мы сами себя... Да, какое сами себя, ну что мы не видим? ПВО, это наше туда влетело, и когда ты им покажите останки ракет, я всем говорю, что... ПВО не может... Собрали мы с останков эту всю ракету, и наши службы подтвердили это все, и это наши люди, мы им доверяем. Это раз. В-третьих, если ПВО, мы знаем, что ПВО, это мелкие шарики, которые... ПВО, это если она не сбивает ракету, она самоуничтожается в воздухе. Ну, даже, допустим, что она попала, допустим, да, потому что я видел у нас, как ПВО, там, вот эти всякие шарики, вот это разлетается, это все, ну, все изрешетерено. Ну, да. Все, полностью, все, полностью, где оно видит, оно... Здесь нет ничего. Такой планетарий получается. Да, планетарий. Здесь осколочные есть, большие, как вот это все разлетало, сделало, но вот такого мелкого нет. Есть конкретно ударная сила, которая проломила, потому что там писали, что, да-да, мы видим, как носили частицы собора преображенского, женщины носили там у нас аквапанели, и такой жесткий пенопласт, ну, облегченный собор делали. Напоминаю, что город Одесса стоит на катакомбах, нижний храм не предусмотрен был изначально, когда первый был. Здесь очень много металлоконструкции, тяжело. И облегчали, чем могли, чтобы, ну, да, чтобы... А, ну, то есть русские сдвигали контекст того, что это они, на то, что у нас и собор неправильно построили, и сами себя обстреляли, и вообще мы раскольники, и не поминаем, и благодать от нас ушла, и поэтому разрушили. То есть и так дальше, и так дальше, и так дальше. И даже некоторые говорят о том, что подарок Патриарха Кирилла на освящение образ, что мы его где-то спрятали, туда-сюда, и 300 раз доношу, что рядом находилась кастерская икона, прямо рядом, а тот образ находился 10 метров дальше. Так вот, ни кивота, ни металлоконструкции, ни иконы, ничего нет, остался один пенек. И у нас его назвали в соборе Пенек Патриарха, вот так вот, ну, там силикатный кирпич, и несколько на нем плиток мрамора. И все это улетело, и поэтому нам рассказывают все время, что мы это сами, сами себя, постоянно, это все наше ВСУ, это все эти фашисты, нацисты, и так дальше, и бандеровцы, и как они там и сочинят. А вот отец Андрей живет в Херсоне, он знает, когда, вот, были в оккупации, да, как к себе ВСУ вело, да, грамотно, грамотно все вели люди. Ушли оккупанты, что начали, с градов. Со всего, со всего. Я даже когда привозил эту гуманитарку, вот, летом, после затопления, и мы только приехали, я вот это услышал, что такое, когда прилетают снаряды. А, да, 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 это страшно. И то мопеды, там, допустим, ты понимаешь, там летят мопеды, да, шахиды, летит там баллистик, ты сидишь, вот, это скукоженный, да, а здесь именно ничего, вот, пум. Да, минометы, когда только слышишь выход, пум, и ты уже, ну, приблизительно видишь, куда летит. Вот, если не в твой райончик, то так слушаешь, ага, где-то так. А если ты уже видишь, что где-то рядом, все, сразу падать и прятаться, потому что, ну, осколками может зацепиться. Из ваших ближних кто-то, вот, друзей, родственников, вот, вот, за все это время пострадал физически, раненый, там, что-то. Из моих, ну, соседка убила. Вашу соседку, да? Да, вот, соседний двор. Как ее звали? Валентина. Помолимся и запишем себе в помяннике убиенную Валентину. Да, тетю Валю, ну, мгновенно, она шла с магазина, не дошла до ворот, и прямо перед ней снаряд попадает. Ну, ее сразу, ну, там мгновенная смерть, сразу ее откинуло и нас. Вы сказали, неделю была тишина, да? Да. Как вы неделю провели эту? Ой, мы радовались, мы радовались, там, слезы на глазах, все обнимали, ну, там, это был просто праздник. Для Херсона это был праздник. Там и ватры полили посередине, в центре, и хороводы, ну, мы понимаем, что война продолжается, но это была радость. Передышка такая, да? Да, потому что, ну, Херсон стал свободным. Вот. Хочу честно сказать, не ошибусь. Вот если меня русские слышат, не ошибусь. От российского фашизма Херсон все-таки стал свободен. Как бы они нас не называли фашистами, но то, что делают российские солдаты здесь в Украине, посмотреть, во что они превратили Украину, ну, это, ну, это фашист. Сейчас показывали маленькую, там эти военкоры их не ходят. Они просто с лица земли сколько стерли сел, городов. И то, что они рассказывают, Мариуполь, Азов там побомбил или еще что-то. Ну, эти сказки, я не знаю, даже дети в России, наверное, уже не верят в это. Ну, это просто нереально. Ну, мы же не какие-то там вандалы, чтобы сами у себя вот такое вытворять. А почему до этого он никогда никто в себя не стрелял? Да, вот никогда. Лавра Святогорская стояла спокойно себе, да? Приезжали паломники, приезжали люди, митрополиты, блажеслужили. Сами себя никто не стрелял. А как можно самому по себе стрелять? А как только началось военное действие, сразу все мы начали по себе стрелять. Ну, это логика русских. Это их не такая правда. Отец Андрей, я очень рад, что мы сегодня говорим об этом. Мы должны говорить правду. Есть диалог тут у нас, интернет-издания, и они писали об этом. Но все-таки нужно вживую увидеть людей, увидеть их глаза, увидеть образ, да? И почувствовать их голос. И ты почувствуешь, что здесь ничего не сочиняем, а говорим горькую, страшную, но правду. Я очень благодарю вам за это. И следующее, что я хотел бы уточнить. Вот ушли русские, и неделя говорит тишина, а потом вот начали обстреливать, да? Да, начался обстрел Херсона. Постепенно. Как это ночью, днем? Я имею в виду характер. То есть они стреляют по военным, по инфраструктуре? Да, они стреляют по инфраструктуре. Самый первый, самый удар, куда они целились, это около обл. энергии, или как оно там называется. То есть свет, это было? Да, по свету. Там две подстанции и высоковольтная линия. Вот они старались градами туда. Ну, слава богу, не попали, там парк, деревья защищают. Вот. Не смогли, то они там начали. Слава богу. Да. То есть свет есть от этих? Да, 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 да. Вот. То, ну там, ну, у нас сейчас в Херсоне нету ни одного медицинского заведения, которое не пострадало. После того, как они ушли? Да, да, да. Они начали стрелять по школам, детским садам, больницам, поликлиникам, лицеи, университеты. А какая цель, что они думают, что там может живут кто-то? Они... А чем стреляют туда? Я скажу, сам негам и другому негам. То есть? Вот так вот. Ну, мы видим пример Бахмута при Маринке, Авдеевке. Просто стирается все вот так. Вот так вот сейчас Херсон стирается. Уже и по церквям начали бить. Что им церковь сделала, я не понимаю. Я думаю, после этого интервью, я думаю, что... Вот у меня один вопрос. Что им храмы сделали? Потому что, ну, наверное, половина храмов пострадала в Херсоне уже. Уже. А вчера я узнал, что патриархия на Синодии приняла часть Левобережья, епархии. Добровольно, принудительно присоединить. Это называется воровство. Пусть вот там вот себя на Синодии подумают, воровство это грех или это не грех. Воровать чужое. Вот пусть подумают, покаятся. А то они рассказывают всему миру, судьями себя так нарекли. Всех судят, даже вселенского патриарха. Судят. Какой он ни такой, ни сякой. Пусть на себя сначала посмотрят. Вот и все. Мы у вас ничего русские не воровали. А вы у нас все воруете. Ну, такая у них, не знаю, натура, наверное. Это вообще настолько глубокий вопрос, что происходит для миллиона людей. Это просто загадка века просто. Что добивается. Сколько жизней загублено, сколько сломано, сколько инвалидов, сколько осталось. Сколько людей потеряли, жены поуезжали, мужчины там, дети там, все там. Это миллионы людей. Я знаю, что там смотрят нас в России. Патриархи. Вы понимаете вообще, вы понимаете, что это унижение православных. Это же мы не на верцы какие-то, допустим. Мы же православные. Одним миром мазаны. Одним же. Да? Да. Крестимся так же, молимся тому же самому Богу. И вот это такое. Для меня это загадка. Я не понимаю вообще, чем они... Руководствуются. Руководствуются. Что церковь должна учить любви. Бог есть любовь. А то, что русские занимаются фарисейством, говоря там на священную войну, или как они там, на братоубийственную, как по факту, как есть, да? Чем они руководствуются, когда они благословляют на войну. Но когда священники... А где любовь? Священники их не начинают менять слово победа в молитве и вставлять мир. Что с этими священниками? Лишаются она. За что? За то, что человек молится за мир. Казалось бы, да что такое мир? Это когда все останавливается, люди договариваются, ну, выстраивают какую-то концепцию отношений. И батюшка вставил слово мир, одного Лишилисана, там еще кого-то, а одного священника, знаю, там архиерей вызывал, чтобы он перед людьми каялся, не только перед архиереем. Тот стоит бедный, машет, извиняется. Я представляю, какие с ним беседы тоже были. Я просто, когда смотрю на вот эту всю ситуацию, я сразу вспоминаю Иоанна Богослова, где он говорит, что придет время, когда волки в овечьей шкуре... Вот русские, посмотрите на себя, со стороны. А у меня просто других слов нет. Они просто доиграются до того, что они сами останутся в расколе перед мировым православием. К этому все идет. Как бы они ни говорили про Москву, там Третий Рим, ну, это гордыня, это гордость, это тщеславие, это... Просто у людей разум помотнился. А по-другому я не могу понять. Взять, развязать войну и благословлять на эту войну, брата убийственную, там, как они говорят, чтобы братья. Ну, я не знаю, столько начудили, что... Мы уже давным-давно мы не братья. Ну, это такое, хай бог, я кто скажет, рассуды в свое время. Я хотел бы, отец Андрей, все-таки несколько моментов еще уточнить. Первое. На территории оккупированной части служили еще другие церковные организации. Какое отношение было к оккупационной власти, мне интересно. Потому что там есть представители, ну, православной церкви Украины, там, киевский патриархат, не знаю, там, греко-католики. Вы не знаете, как у них... Я знаю, что... Вот, приходили, вот, рядышком, там, у нас есть Александровская церковь, ПЦУ, да. Православная церковь Украины. Да, православная церковь Украины. Ну, у них там прапор, желто-блокетный флаг стоял в храме. Ну, они просто пришли, сказали убрать. Правда. Да, и, как бы, я не слышал, но мне отцы не говорили их, что там, кого-то там забирали, там, на подвалы такого... А вы с ними дружите, да? Ну, есть чисто человеческие отношения, дружественные, да. Вот с ними я там в хоре пел, в музыкальном училище, в училище культуры. То есть вы общаетесь? Мы общаемся. И они не говорили, да, что такое было? Может, боялись сказать? Не-не-не, ну, почему боялись? А вы рассказывали про вашу историю? Конечно, они знали все, там вот один священник, я его знаю еще с 90-х годов, мы дружили, вот. То есть, скажи, как бы так, чтобы они к нам там сильно приставали, такого не было. Вот для меня был шок, как их не трогают, а мы для них были, как бы, свои. А нас, да, а нас вот так психологически они вот прессовали, ну. А интересно, их не спрашивали, они поминают патриарха, Кирилл? Кто? Ну, русские не спрашивали, представители православной церкви Украины? А, вот этого я не знаю. Не, ну, если бы они такое спросили, ну, я просто у виска пальчиком покрутил, блин. Ну, как бы, ну... То есть, а греко-католики, может, там, католики, не знаете? Ой, где-то на Таврическом у нас был монастырь греко-католический, ну, я, если честно, врать не буду, я не знаю, что там. Не знаю, но за православную церковь Украины вы видите? Да, их не особо там. Вот у нас... А видели видео, что архиерей в православной церкви Украины служил на русском языке вообще? А, Замараев. Замараев, он, ну, в смысле, это секретарь ихней епархии. Его отец был, ну, сейчас на покое, епископ. То они там сразу и на русском, и на украинском, и на славянском, они по-разному молятся. То есть... Универсально. Да, да, да. Там... Я просто это видео видел, понял, осталось у меня в памяти. На чисто России. Да, именно на русском, не на церковь, на славянском. Нет, на русском, да. Он, я лично слышал, ну, тоже в записи, я там не переходил у них на службу, но по записям видел, что и на русском языке, и на славянском, и на украинском, то есть они на разных языках служат. А у нас в Кенгийке, в Херсоне, во время оккупации, это сейчас они уже перешли в ПЦУ. Раньше они были в нашей церкви, украинской православной церкви, но они служили на украинском языке. И когда русские к ним пришли и спросили, типа, мол, а что вы, ну, так народ захотел. Но они, правда, не трогали их. Не трогали, да? Нет, не трогали. Они во время оккупации служили в украинской православной церкви, но... Слава Богу, повезло людям, видите, как. Но на украинском языке, и их не тронули. Но зато сейчас по них пару раз уже прилетало. Мало того, они с дронов скидывали гранаты или что там, прямо перед входом в храм. Развлекались? Да, 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 да. С дронов. И я понимаю, там где-то снаряд, может, не туда полетел. Но ты с дрона видишь, куда ты скидываешь боеприпас. Сейчас, Андрей, я еще вспомню, была такая история по поводу памятников, там, Потемкина, вот это все. Просто я слышал, что там позабирали памятники, и мне интересно, вот вы знаете, что это? Знаю, конечно. Перед тем, как они удирали, скажем так, будем вещи называть своими именами, они просто убегали, как эти, с поджатыми хвостами. Они забрали памятник Ушакова, забрали памятник Суворову, памятник Потемкина, и, мало того, еще и останки самого Потемкина забрали. Да вы что? Да, зашли. А где они находились? В Екатерининском соборе, там скреп был, там место... Прямо в соборе? Да, да, внутри собора. У нас просто останки семьи Воронцовых, это известнейшая семья, вот они у нас в Прямоевском соборе тоже... Вот, а то останки были Потемкина, и когда пришли там к настоятелю ФСБ, говорят, мы будем забирать. Но батюка говорит, а зачем, смысл? Ну человек уже покоится более двухсот лет здесь, какая бы власть ни была. И он же как бы развивал этот регион, как бы, да, это все символически все. Ну он же строитель города Херсона. Ну да. Он говорит, и первая мировая была, и вторая мировая была, и кто там, Наполеон тут был, и революция, и отец Петр говорит, и как вы сейчас говорите, даже фашистское, да, и то не трогали. Фашистское, бандеровское, украинское власть, как вы любите говорить, да. Да, он им так и сказал, что, говорит, даже они не это самое по-вашему, там, и то никто не трогает, ну человек лежит, чует. Ну мы подумаем, пошли где-то там через недельку, и все-таки и забрали. Ну я так все говорю, они сами сделали нам дерусификацию Херсона. Да, тут он нам рассказывал, что мы тут памятники снимаем, да, 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 а сами позабирали. Все, да, позабирали. А дедушку Ленина где вот поставили, вы не слышали вот это? О, я даже не знаю. Это, кажется, Мелитопольская, Мелитополь или где? Я не знаю, тот Ленин, который в Херсоне стоял, но его, по-моему, уж там распиливали. Я точно не помню. Нет, я помню, что вот когда только они оккупировали, в Запорожской области получается, или в Мелитополе, где, вот там, пишите, кто знает, кто из тех областей, в комментариях. Я помню, что все смеялись, и наш даже владыка говорил по этому поводу, что дураки, говорит, взяли, поставили. А, обратно? Да, Ленина, нашли, кого поставить. Ну, у них все, знаете, у них там все на кучу. И Сталин у них уже герой, который миллионов. Батюшку видел в Русской правительственной церкви, освещал, такую речь говорил. Он хоть и гонял наши, говорит, но он был нашим. Да, то, что на его руках миллионы крови, миллионы людей, то ничего. То, что Ленин революцию сделал, ну, они сейчас за этим, видите, страдают. Вот, да, болеет им все, подавай Советский Союз. Вот. Ну, что ж, русские православные, я вас поздравляю, вы смело идете обратно по пути атеизма. Вот куда вы смотрите. Но это правда. Сейчас, Андрей, я помню, с Владыкой Иоанном вашим разговаривал, когда вот наши освободили, прогнали купантов. Это было вот накануне или уже после памяти святой Евтропии Херсонской матушки. И он говорит, что она когда-то говорил там пророчества. Я помню, у меня это так, я об этом говорил у себя на канале. И кто помнит, обязательно напишите в комментариях, говорил про эту историю. Потому что у меня, я сейчас говорю, мурашки по телу того, что думаю, вот как, насколько все символически проходит. Она говорила какие-то пророчества про Херсон. Я думаю, вы сейчас больше расскажете. И как раз вот День памяти ее, и вот освободили. Это так все символично. То есть это не просто так. Конечно. Ну, у Господа не бывает просто так что-то. Дивные дела твои, Господи, вся премудрость висутврилась. Понимаете? Да, Евтропия когда-то пророчество такое сказало, что будет большая вода, будет большая беда, но вы Херсон не оставляйте. И вот как раз на День памяти Матушки Евтропии Херсон стал свободным. Будет большая вода, а в каком она жила период времени? Это первая половина двадцатого века. То есть это до пятьдесятых годов, да, я так понимаю? Да, 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 да. То есть это совсем недавно? Да, вот в пятидесятые, по-моему. Какая она была? Может, вы что-то расскажете от этого слова? Ну, она была просто монашкой. Она, по-моему, точно не скажу в каком монастыре, но она была монашкой. Ну, это была советская монахиня, да? Монахиня была, да. Ну, понимаете, это советские времена, когда закрывались монастыри, храмы. Все по домам емалили. Да, 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 вот. Ну, это было, это где-то в пятидесятых годах она вот это пророчество рассказала. Вот, мы уже увидели большую воду. Кстати, расскажите. На что рассказываете? Что это? Русские взяли, подорвали... Вы слышали хлопок или что это? Потому что они говорят, что... Ну, это же от Херсона, это... А, далеко, да. Пятьдесят километров. Может, вы знаете людей каких-то, не знаю? Ну, я особо там не расспрашивал. Ну, понимаете, русские зачем ее подорвали? Они боялись, очень боялись, что наши войска начнут форсировать Днепр. И вот, чтобы не было форсирования Днепра, они просто подорвали, как говорят, сделали выстрел себе в ногу. Потому что все, что они там забаррикадировались на левом берегу, это все снесло. Снесло его. Это все снесло. Я видел много видео. Мины, все боеприпасы, это трагедия еще на десятки-десятки лет, потому что эти сейчас мины, они где-то в муле, понимаете? И рано или поздно на это будут дети нарываться, купаться, там, водолазы, животные. Это все будет десятилетиями теперь. Вы знаете, к нам приезжали беженцы, мы по областине митрополита Агафангела здесь организовали шелтера для того, чтобы принять людей. И был дедушка один, мы ему помогли уехать в Германию. Семьдесят с чем-то лет, у него сын болеет, он хотел поехать, устроиться там, работать, зарабатывать, чтобы лечить сына. То есть насколько, во-первых, Говар Херсонский, характер, такие люди думают, боже мой, когда у нас была возможность, чтобы наши епархии развивали взаимоотношения на духовном уровне, чтобы епархии батюшки приезжали на форумы, на встречи, прихожане, чтобы больше общались, тогда была бы больше коммуникация, чувство любви, единения. Вот такой у нас в этом плане пляж, понимаете. И вот, когда вот я пообщался с ним, думаю, вот это мужик Кремень, так он жил там недалеко, и он сказал, что был хлопок. Было слышно, да? Был хлопок, был хлопок, и я вот сейчас не буду сочинять, но как-то там он специфический, говорит, что и после этого, через буквально там какое-то время, пошла вода. Но вода, говорит, пошла тихо, то есть я в доме лежу, и только и зашла вода. Говорит, это ужасно, потому что одно дело, когда, знаете, сопутствуются звуками какими-то еще, а оно тихо заходит, знаете, как удавка, тихо, как вот ты такой где-то сидишь, тебе на голову удавка какая-то прыгнула, и ты понимаешь, что ты один, понимаете. Вот поэтому вот я вот знаю, я не помню, как, я на канале где-то выставляли этого дедушку, а вот как его зовут, не помню, но он вот это рассказывал. Ну есть видео, где сам момент подрыва, есть, ну я видел в соцсетях, то есть видео есть самого подрыва, там камер наблюдения. Да, чтобы поставить точку в этом, я сейчас вспомнил, там рассказывали, что ГЭС была так построена, для выдержки ядерного удара даже, что там ее просто так... Ну обычно какой-то там ракета или артиллерия, это бесполезно. Я не знаю там, кто может какие-то там еще что-то там себе думать, но факт остается фактом. А вот это в вашей епархии фамилия? Батюшка вот взорвалась мина, руки и ноги подрывала. Коля, Коля, сын учился у нас в семинарии, забыл фамилию. Прямо возле храма раздавали какую-то гуманитарку, я не знаю, или это... А-а-а, все-все-все, я понял, да, это в Белозерке отец Николай погиб. А фамилия, не помните его? Он? Сейчас, 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 сейчас. Отца Игоря, нашего архидиака на Квасе. Полагнюк. Полагнюк, да. Полечка у него жена, она училась с моей супругой. Да, 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 Полагнюк отец Николай погиб. Да, они раздавали гуманитарную помощь людям, и прямо во двор около него пришел снаряд в Белозерку. Вот так вот, я хочу, чтобы об этом знали люди, чтобы об этом знала патриархия, которые обращались с первых дней войны, обращались наши блаженнейшие, обращались наши святители, обращались, чтобы это остановить. Мало того, что это благословили, оправдались словами, что всякий, кто проливает кровь в СВО, обмывает свою кровь, все грехи. То есть это как индульгенция такая. И слова, что Россия ни на кого не нападала, понимаете, вот наши священники, служители Господа, наши, кричат, говорят, бьются, к совести взывают. И с другой стороны, есть пропагандисты реально со стороны патриархии, которые снимают ролики, дискредитирующие наши предстоятеля церкви за это мироварение. Особенно они, что там такие слова говорят и гады. Вспомните Андрей Ткачев. Хай, может, народ посмотрит, обличит. Сам со Львова вроде бы Ткачева. А если Андрей Ткачев, сам со Львова, наш человек, грамотнейший, все смотрели его, уважали. А потом начал рассказывать, как надо засовывать в грады снаряды, креститься, да, и говорят, давай, с Богом. Ну вот это такие убожие люди. Что это такое вообще? Как же такое может быть, понимаете? Заряживать грады и на Сан-Дрея в Херсон. На храм Катерины, Елизаветы и всех остальных. Очень много уже. А по поводу памятников, то есть они, как они их видели, не знаю, как они грузили какие-то машины, военные или это отдельная какая-то была? Нет, это обычный, на обычный грузовик, подъехал кран, поднял на грузовик и увезли. Такая дирексификация произошла, да? Да, дирексификация города Херсона, Херсонской области. За что ей можно только спасибо сказать. Меньше теперь может быть беды. Да, Тесан-Дрея, я вас благодарю за сегодняшнюю встречу. Я не знаю, что, уже мы много поговорили. Дай Боже вам сил подвига. Вы каждый день под этими перелетами. Нервная система, здоровье. Я знаю, что ваша супруга вынуждена уехать. Уехала, да. Где-то работа. Где она сейчас находится? Ну, сейчас она в Лондоне у знакомых. То есть, вот явный пример для русских, для всех, для всех ненавидящих. В Германии. Семья уехала. Это только один священнослужитель. И такие же много. Практически все. Все, да? Ну, процентов 90, это точно. 90% это, как пить дать говорят. Сейчас у нас в Херсоне батюшки вообще одни холостяки. Потому что все матушки с детьми, все повыезжали. А священники практически. Это большой подвиг. Низкий вам поклон за то, что вы не оставляете. Сидят в Херсоне, потому что, ну, люди есть. И духовная помощь людям нужна. Конечно. То есть, вы не оставляете свой молитвенный подвиг. Своё послушание. Преданность нашей украинской православной церкви. Блаженнейшему митрополиту. Владыке Иоанну. Который тоже натерпелся с Владыкой Вениамином. Будь здоров. Тоже пережили и переживают это всё. И поддерживайте людей. Молитесь. И организовывайте гуманитарную помощь. И помощь. Всякую разную. Низкий вам поклон за это. Благодарность. Город Одесса. Это ваш город. Мы все когда-то были одна епархия. Владыка Иннокентий Борисов. Это был Херсонский, Таврический. И Касперская икона Божья Матерь. Покровительница нашего юга. И Донбасса тоже. Который сейчас страдает силой. Кизанес. И дай Боже вам сил и здоровья. Всегда приезжайте к нам на векенд. Набраться сил. Походить. У нас тут к сожалению тоже бомбят. В основном это мопеды, баллистические. Но хоть снарядов нет. У вас ствольная и артиллерия. Или саушки и не только там и смерчьи, и хвоздики. Там подарков у них к нам хватает. Тюльпаны, пионы. То, что, а вот Россия на это деньги не жалеет. Не жалеет. Людям жизнь сделать жалеют. А на железо, которое убивает людей, не жалеют. Да, я вам очень сильно благодарен за это, отец Андрей. За вашу смелость. Надеюсь, что священнослужители, которые имеют подобные истории или хотят что-то сказать, я внизу оставлю телеграм-телефон. Телеграм-телефон пишите. Желательно пишите. Пожалуйста, приглашаем в студию Жизнерадостного Дьякова. Поговорим, расскажем правду. Пока у нас есть время, силы, как говорил Господь апостол Павлу, говори, не умолкай. Всегда должна правда говориться, и мы должны называть вещи своими именами. И все они ссылаются на то, что где вы были 8 лет, когда Донбасс уничтожали, как они говорят. Хочу напомнить, что в 21-м году 7 или 8 человек погибли официально, ООН признан. Официально 7 человек или 8 от военных действий. 7-8. Сейчас сколько погибло за 2 года? Сколько сотен тысяч? Сотен тысяч погибло. Сколько осталось коллег? Что, лучше сделали? Чего-то добились? Или, может, надо это тормозить? Выходить с Украины? Просто уйти? Мы тут сами восстановим, сами все сделаем. Сгрутуемся, объединаем, и гайз восстановим, и предприятия, и все. Только дайте покоя, понимаете? Главное, не жалея своих солдат. Там уже, ну там, санитарных, как там Путин любил рассказывать, вместе с убитыми инвалидами, там уже больше миллиона людей, полумиллиона людей. И им не жалко, я так понимаю, им не жалко, ни своих, ни чужих. Получается, что никогда, во все времена не было жалко людей. Вот это поражает. Просто поражает. Да, с вами был канал «Жизнь и радость» Надяк, отец Андрей Скрессона со своей историей. Если можно, вот пару слов можно передать священнослужителям Русской Православной Церкви. Я хочу только одного. Пусть они себе заглянут, сами себе в душу, к совести, и подумают. Вот, не самообманом заниматься, а реально спросить себя, что ж мы делаем, убивая друг друга. Ведь Христос учил наоборот, любить друг друга, но никак не воевать. Вот одно будет к ним пожелание, к российским священнослужителям. Не благословлять на войну, не заниматься самообманом, а хоть чуть-чуть приоткрыть, если она у вас еще осталась-то, искорка любви Божьей. К себе и к своим посомам. Но не благословлять на войну, не на убийство. Это у меня будет единственное желание, просьба к ним. Всех благодарю, кто досмотрел до конца, обязательно напишите в комментариях, кто досмотрел до конца, напишите свой комментарий. Сразу говорю, все пропагандистское, вот это вот, комментарии, я вас вычисляю, я вас знаю, я смотрю. Если будете себя плохо вести, будем блокировать, потому что такое невозможно. Только объективная, только человеческая критика и так дальше. С вами был жизнерадостный дяк. Это был голос священнослужителей с оккупированной территории. Надеемся, что мы еще обязательно здесь встретимся. Отец Андрей, храни вас Господь, мой друг. Намного и благая лета. Спасибо.